Итак, с этой стороны Хорватия, с другой Италия, а мы отправляемся в наше путешествие по Словении, небольшой стране, расположенной между этими двумя государствами. Морское побережье Словении имеет протяженность около 40 километров, а погода, как вы видите, сегодня нам благоволит, поэтому все складывается как нельзя лучше, чтобы отправиться в плавание. Словения по своему размеру занимает меньше трети территории Тасмании, а побережье Адриатического моря находится всего в двух часах езды от столицы Любляны. Мы отправляемся в наше путешествие из морского порта города Порт-Арош, главного курортного городка Словении. В разгар сезона на море множество моряков, яхтсменов-профессионалов, а также прогулочных кораблей, но, как рассказывает шкипер судна Алеша Томатик, возможности для путешествия не ограничиваются только выходом в открытое море. В этом и есть прелесть Словении. Это небольшая страна и за час-два можно добраться от морского побережья к горам или к любому другому месту, где вам хочется побывать. Очень красиво, потрясающе. Прогулка на лодке закончилась. Почему бы не отправиться в расположенный неподалеку городок Пиран? Это средневековый городок на берегу моря. Сияет солнце, повсюду прогуливаются туристы и местные жители. Сюда приезжает большое количество европейских путешественников. Историческая часть Пирана – настоящее сокровищница национальной архитектуры, восходящей к XIII веку. Но помимо архитектуры, город знаменит своими рыбными ресторанами. Он привлекает своей расслабленной и спокойной атмосферой. Неудивительно, ведь большинство находящихся здесь людей – отдыхающие. Виноградные угодья усадьбы Мовия, расположенные на границе Италии и Словении, в буквальном смысле вобрали в себя все лучшее, что есть в этих двух странах. Здесь производят вина мирового класса. Местный винодел Алиш Кристенчич сочетает инновационный подход с личным обаянием. Смотрите, это особый способ. Это вино было изготовлено без использования сульфитов, а теперь давление выталкивает пробку. Вот так, видите? Браво! Знаете что, теперь это вино будет еще вкуснее. Теперь нужно посмотреть, насколько вино прозрачное. Вот. Немного пенится. Интересно. Впечатляющее начало. Здорово. Замечательно. Видите? Ммм, потрясающий вкус. Я не просто так это говорю. Вино действительно очень вкусное. Усадьба Мовия производит вина с 1820 года, а рецепты передавались на протяжении семи поколений предков Алиша. Хотите узнать больше? Забронируйте тур, который включает в себя экскурсию, дегустацию вина и блюд местной кухни. Так все-таки, это итальянское или славянское вино? Итальянское и славянское, как вам угодно. Потому что половина наших виноградников находится на итальянской, а половина на славянской территории. Лучшее и с той, и с другой стороны. Итальянское и славянское вино. Тут не ошибешься. Субтитры создавал DimaTorzok